Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести, Карачева, Черкесия. Представители общественных организаций и конфессий, деятелей науки и культуры. В торжестве принял участие и глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов. Сегодняшний день является историческим для нашего государства, знаменующим старт нового этапа развития страны. Собравшиеся были едины во мнении, что в ходе выборов президента наши граждане твердо обозначили свое решение. Россия не за сильного лидера, опытного и мудрого политика и настоящего патриота своего отечества Владимира Путина. Владимир Путин, в свою очередь, отметил глубокое понимание российским народам исторических и национальных целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои вековые ценности, свободу и интересы страны и консолидацию российского общества. Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну, результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей. Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину. Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом. И создали мировую державу наше Отечество. Добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня. Мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим. Атмосфера гордости за своего национального лидера и за свою страну, которая царила сегодня в Александровском зале Кремля, убедительное свидетельство того, что россияне уверены в будущем России, во главе с нашим президентом отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он поздравил Владимира Владимировича Путина со вступлением на должность президента России и выразил уверенность, что все обозначенные им цели и планы будут обязательно достигнуты. Считаю, что сегодня в нашей стране праздник, потому что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, наш национальный лидер, вступает в должность. И особенно в сегодняшних условиях, развитие нашей страны, как мы двигаемся, это очень важно, что мы сегодня, я вижу очень много и знакомых лиц, но самое главное, я вижу, какая сплощенность нашего населения, нашей страны, вокруг нашего президента. Поэтому пожелаем только крепкого здоровья и дальнейших успехов в развитии нашего государства. Политику избранного президента Владимира Путина, которая нацелена на созидание, на сохранение мира на земле, поддерживает практически весь российский народ. Гордятся национальным лидерам и представители разных профессий Карачаева-Черкесии. Я всех хочу поздравить с наступающим праздником Победы, а также ждем скорой Победы нашей, наших ребят над украинскими сепаратистами, фашистами и всякой нечистью. Иншаллах, скоро мы эту Победу тоже увидим. Мы вместе с главой республики Рашидом Бориспиевичем были на инаугурации президента России Владимира Владимировича Путина. Это действительно то явление, которое показало всему миру, что российские люди с огромным уважением относятся к нему, и эти проценты, которые показали, они были беспрецедентными. Поэтому я хочу поздравить всех тоже. Я надеюсь, что эти предстоящие шесть лет мы будем жить в спокойствии и в достатке. Иншаллах. Сегодня на земле насчитывается более двухсот стран. Ни одна страна в мире не имеет такого лидера. Руководителя государства, которого имеем мы, россияне. Владимир Путин – мудрейший и очень красивый человек. Он лидер среди лидеров. Владимира Владимировича я сравниваю с Ноем, который построил Ковчег и спас человечество от гибели. Говорят, каждый народ достоин своего правителя. Если мы заслужили такого президента, как Путин, значит, многонациональный российский народ является избранным народом. И нет никакого сомнения в том, что Россия сыграет главную роль в духовно-нравственном оздоровлении нашей планеты. Если вспомнить, когда я начинала свою стезю мамы в далекие 92-м году, произошел распад Советского Союза, становление новой России. Тяжелейшее время. Какие социальные выплаты? Какая поддержка семьи? Не было этого. А сейчас, там, где Владимир Владимирович Путин, там великая Россия. Россия, с которой считаются. Поэтому, как гражданин Российской Федерации, еще раз скажу, как учитель, как мама и бабушка, как председатель общественной палаты, я только поддерживаю нашего президента. Поэтому я считаю, там, где Россия, там Владимир Владимирович. Там, где Владимир Владимирович, там, конечно, великая страна. Хочется подчеркнуть, что под руководством Владимира Владимировича Путина наша страна является державой, с которой считаются во всем мире. В настоящее время развитие страны наблюдается во многим направлениям. Особое внимание уделяется развитию физической культуры и спорту. Без привлечения можно сказать, что Россия – это спортивная держава, российская нация – это спортивная нация, которая ценит своих героев спорта, гордится своими спортивными победами. И выбор, который сделала страна в марте, является абсолютно правильным. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременной дождь и гроза, ветер западный – 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью – 4,9, в горах – минус 2, плюс 3, а днем – 16-21 градусов тепла и местами – до плюс 12. В Черкесии ночью небольшой дождь, днем – без существенных осадков. Ветер западный – 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью – 6-8, днем – 19-21 градусов тепла. Из Карачаева-Черкесии на территории новых российских регионов отправился очередной груз поддержки для наших земляков, участвующих в специальной военной операции. В рамках работы Единого регионального штаба, организованного по поручению главы Республики Рашида Тимрезова, в зону СВО периодически доставляется все необходимое. На этот раз на передовую отправили 9 тонн питьевой воды. Данный груз сформирован при поддержке и помощи сенаторов Крыма Казанокова и Виктора Бондарева. Этот груз приурочен к празднованию 9 мая, который в скором времени будет праздновать вся наша страна. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех наших ребят, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, поздравить их с наступающим 9 мая и поздравить их семьи, их родных, пожелать самое главное крепкого здоровья и чтобы они все живыми вернулись домой с той победой, которую мы все от них ждем. Всего два дня остается до самого главного праздника весны – Дня Победы. Жители Республики ждут важного события этого дня – Парада Победы. Сегодня в Черкесске состоялась генеральная репетиция победного шествия. За ней наблюдала Вадина Кракетова. С самого утра зарядил холодный дождь, но это нисколько не напугало участников предстоящего Парада Победы, пришедших на генеральную репетицию. Защитникам Отечества, воинам, потоки воды с неба совершенно не страшны, говорят участники репетиции. Мы одинаково гордо пройдем как по брусчатке, так и по грязи. Как говорится, ни сахарный не растаем. Наши предки в свое время вообще и в дождь, и в снег, и в грязь, и пластуном ползли, и ходили, и воевали, и всегда побеждали. Потому что если бы не самопожертвованием наших предков, мы бы сейчас не стояли в этот знаменательный день. На главной площади Черкеска идут последние приготовления к праздничному дню. Устанавливая декорации и атрибуты праздника Дня Победы, уже поставили гостевые трибуны. Постепенно сходятся к площади участники репетиции. В торжественном прохождении, посвященном 9 мая, примут участие подразделения оборонных и правоохранительных ведомств юно-армейцы. Радует то, что количество отрядов юно-армейцев. Каждым годом наше торжественное прохождение увеличивается. На сегодняшний день уже в прохождении участвуют и молодое поколение нашего казачества, и технологический колледж МЧС. В принципе, все организовано. Для меня это огромная честь, как и для всех ребят. Мы считаем, что участие в параде, пускай и небольшом, на площади главной городской нашей республики, это, во-первых, мы сохраняем память о наших дедушках и прадедушках. У меня оба прадеда погибли на фронтах Второй мировой войны, Великой Отечественной. Мы всегда рады здесь присутствовать. Надеемся, что будущий парад пройдет отлично. Проверяй! Пирать! Время генеральной репетиции парада по традиции совпадает со временем начала парада 9 мая, то есть 10 часов ровно по Москве. Состоится торжественный вынос государственного флага России, флага Карачаева-Черкесии и знамени победы. Затем военный комиссар Карачаева-Черкесии доложит главе республики о готовности к торжественному прохождению. Руководитель региона выступит с торжественной речью, поздравит ветеранов войны и труда, а также всех жителей республики с Днем Победы. После троекратного «Ура!» подразделения обороны, МВД и других ведомств, чьи так называемые «коробки» будут представлены в торжественном прохождении, посвященном 9 мая, прошли маршем по главной площади республики. Репетиция парада прошла в строгом соответствии с этим сценарием. И можно с уверенностью сказать, что в День Победы жители и гости Черкеска станут свидетелями красивого и торжественного события и еще раз почувствуют гордость за свою страну. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В картинной галереи Черкеска открылась выставка «Хранители наследия», приуроченная ко дню возрождения карачаевского народа. Представлена серия фотопортретов, педагогов и наставников, которые подверглись депортации или родились в Средней Азии и после возвращения на Кавказ всю жизнь посвятили воспитанию подрастающего поколения. Проект «Хранители наследия» подготовлен студенткой КЧГУ Армидой Капышевой и фотографом Ренатом Урусовым при поддержке Росмолодежи. Он призван сохранить воспоминания старшего поколения, их напутствия молодежи, подчеркнув важность людей, которые действительно стали хранителями наследия. Создание архивных материалов, посвященных депортации карачаевского народа, позволит сохранить историю в лицах людей, внесших значительный вклад в историю, образование, культуру, науку, отметил заместитель министра культуры Карачева-Черкесии Алхас Хабов. Выставка продлится до 17 мая. На выставке представлено около 50 работ. И я надеюсь, что будет следующий этап. Мы будем продолжать работать над этим проектом. Здесь представлены исключительно педагоги и наставники, которые были депортированы в свое время, вернулись обратно на свою малую родину. И есть представители, которые родились в ссылке во время депортации. Кто-то родился в Казахстане, кто-то родился в Средней Азии. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Истребители. Битва за Крым». Всего доброго. До встречи.